Торжества, посвященные 40-летию в музее-заповедниках, продолжаются. Выставка шедевра коллекции также приурочена к праздничной дате. В экспозиции редчайшие экспонаты из огромного музейного собрания. За долгие годы кропотливого и важного труда собрано 61 298 единиц хранения. Запасники пополняли известные коллекционеры со всего мира, музеи, партнеры и просто неравнодушные граждане. Сегодня мы собрали самые интересные, самые любопытные, интересные экспонаты из разных фондов коллекции музея-заповедников, которые они собрали за 40 лет. Выставка поделена на тематические разделы. Металл, ткани, редкая книга, фотографии представлены экспонатой со всех концов света, возраст некоторых нескольких веков. Можно увидеть и разделы, посвященные археологии, и разделы, посвященные астрономии. Ленинская тема представлена здесь отделанными несколькими витринами. Есть несколько предметов, которые посвящены самому, наверное, одному из известнейших издатчиков у нас в заповеднике. Это Андреем Леонидовичем Кусакином. Мы с вами здесь видим также предметы немецкого коллекционера Альтмеппена. За витринные часы второй половины 19 века. Они украшены фигурками Коперника и Галилея. Также кассовый аппарат Нейшнл. Такие же стояли в столичном Елисеевском магазине. На открытии выставки работников музея-заповедника поздравили с юбилеем. Ленинцы получили награды от областного министерства культуры. У нас потрясающий совершенно коллектив, в котором есть и люди, которые работают в заповеднике с его самого начала. Что я считаю очень важным для нас. Есть среднее поколение, много молодежи. Я желаю нам всем сохранить навсегда вот эту любовь. Любовь к кварталу, любовь к нашему музею, любовь друг к другу. Ваша работа, она, безусловно, восхищает. Восхищает всех, кто хотя бы единожды побывал в музеях Родины Ленина. Потому что каждый музей, во-первых, он создан с любовью. Во-вторых, экспозиции постоянно изменяются, чем-то дополняются. Пополняются ваши фонды, укрепляется ваша материально-техническая база. Кто-то скажет, что заповедник – это не Лувр и не Третьяковка. Родина Ленина и вправду значительно моложе, ей всего 40 лет. Однако ее сотрудники хранят историю, чей возраст куда больше. Оберегают более чем столетний слепок нашего прошлого.